эй может вы уже скажете что меня вызвали да конечно но чуть позже хорошо тогда я пошла нет 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 я вспомнил у вашей дочери проблемы с физкультурой да слушайте этого не может быть вообще-то она с детства занимается легкоатлетикой дело в том что мы подумали может это у нее наследственная так сказать смысле ну вот вы например прыгать можете конечно могу все прыгать можете не понимала смысле попробуйте так что даже только так прыгать по новым нормативам 200 раз она за тебя 300 все да нет теперь вы убедились что-то неусердственное нет еще у нее еще проблемы с ветряной мельницей будет вы умеете метрильную мельницу делать покажите пожалуйста что я тоже 300 раз делать если можно за мельницу 300 все да вы молодцы я могу идти нет нет секундочку ваша дочка пропустила очень важную тему по обзе называется искусственное дыхание обратите внимание пожалуйста я вот думаю может это тоже наследственное так смотрите мне типа очень плохо закрывайте нос и вот сюда дышите прямо мне губы так завтра придет мой муж и вы с ним обсудите оставшиеся вопросы тем более что он тоже спортсмен боксер ой зачем нам мусс нет нам мусс нам не надо а тренируйтесь друг на друге ну сола здесь я так сразу не могу надо чуть-чуть подружиться ну давай а я все подружился дизель шоу повертается с новыми жартами песнями та номерами перший великий концерт у киеве 26 лютого 19.00 палац украина квитки на сайте дизельшоу крапка ком та контрамарка юэй сожрал ты мне здоровый нужен да конечно я как только вас в окне увидел так сразу кушать захотел что даже судочки готов вылезать ночью лежи и лежи мыть за тебя что никто не будет а вот фрукты тебя принесла тоже что все сожрал да да конечно спасибо витамины превыше всего так когда тебя выписывают не знаю обхода еще не было ты мне дома нужен генеральную уборку сделать и и сарай же надо перекрывать а где же доктора я понимаю но тут все доктора зависит женщина опять вы я вас в сотый раз спрашиваю почему вы цепляетесь к молодому человеку ваш муж лежит на соседней койке слышите доктор ты меня не лечи я сама знаю за кем ухаживать за кем не ухаживать годы уходят забирают свое мне молодой нужен мне еще крышу перекрывать любишь меня очень любит меня так что давай выписывай пока не оказался на его месте ясно да 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 конечно выписываем физические упражнения так хоть лучшее лекарство от всех болезней и от переломов слышал от всех болезней жду тебя на улице конечно спасибо вам доктор вы мне жизнь спасли вы вот кого благодарите а ты мужайся и никогда слышишь никогда с ней не спорь хорошо а теперь иди иди у тебя мало времени она не любит когда апрельница 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 спасибо я ждал этого с момента нашего знакомства я уже знакома всего час а ты крепкий орешек целый час продержалась оооо какой вы тихо это муж как бы быстрее на Què на волкон на волкон быстрее 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 аааааа Поспишь? А то у тебя в последнее время что-то то голова болит, то спать хочешь. Вот сейчас пораньше ляжем, пораньше, как говорится, иначе... Ах ты мой, поросеночек забыл. Это что такое? Это... Врать не буду. Вещи мужские. Я вижу, что не лукошка с пирожками. Чье это? Тут такое было, Егор. Какое было? Такое было. Какое такое? Вот. Я Супермен. Только что в очередной раз спас мир. Спасибо вам большое, что разрешили вас переодеться. А я думал, что Супермены только в Америке? Я к бабушке на лето прилетел. Тут немножко поспасаю. Всего доброго. Подожди. Вика, это что, твои лосины, что ли? И футболка моя. Моя. Никакая футболка. Которую ты вывесила на балкон сушиться с утра. Ну ладно, прости, люди. Я пойду. Злодеи не дремлют. До свидания. Погоди-ка. Тут помощь ваша супергеройская нужна. Какая? Одной женщине повадился злодей один. И спать ей по ночам не дает. Вот его нужно и ликвидировать. Не волнуйтесь, я с ним разберусь. До свидания. Куда? Вот. Вы же отсюда прилетели? Устал очень. Налетался за сегодня. Я лучше через дверь. Не-не-не-не. Как прилетел, так и улетишь. Не надо. Не надо. Давай я тебе говорю. Не надо. Сейчас толкача пойдет. А-а-а-а! Супермен, Супермен. Полетает низко. А тебя, женщина-кошка, если еще раз такое повторится, я стерилизую. А-а-а-а! На краях! Привет, родненькие! Филиппо, какие мы тебе родненькие. Гусь-свиньей не товарищ. Да? А что же вы тогда в паре работаете? Слушай, Филиппо, оставь свои шуточки для клиентов. Чего приперлась? Случилось что? Ой, да, случилось. В общем, не знаю, как вам сказать. Ну, значит, покажи. У тебя это лучше получается. О, Филиппова. Я думал, ты мне снися. Да не, я это самое. Я тест прошла и показала две полоски. Серьезно? Филиппова, тебе что, младшего сержанта дали? Поздравляю. Ты что, дурак? Какой сержант? Я это... Да нет, вроде не поправилась. Как была кожа до кости, так и осталась. А ты, какие же вы тупые. Я... Я залетела. Да. Что, я серьезно? Ага. Так она к нам что, пришла? Хочешь, чтобы мы тебя отца его нашли, что ли? Так это же то же самое, что иголку в стоге сена искать. А знаете, а Филиппова, там может быть не один отец, а сразу несколько. Да я это, я знаю, как сузить круг. Так, слышь, Филиппова, ты эти свои сексуальные штучки для клиентов прибереги. Круг она будет сужать и шарики катать. Да... Ой. Да я же не про это, вы шо? В общем, я на четвертой неделе. А четыре недели назад у нас был день милиции. А вот и не складуха. День милиции был месяц назад, а у тебя всего лишь четыре недели. Так, это что за грязные намеки, а? Я тебя за клевету 15 суток впаяю. Во! Шо? Знаете шо? Вот если окажется, что ты отец, ты получишь 18 лет строгача. Вот будешь ребенка воспитывать до 18 лет, до армии. А если ты отец, ладно, скину тебе пару годочков до получения паспорта. И то, если ты на мне женишься. Подожди, Филиппова, на празднике было много уважаемых людей. Может, это начальник, например? Ребятушки, это же был день милиции. Это мог быть и начальник, и замначальник, и вот это руководитель оркестра. И вы знаете, честно говоря, после того, как я выпила пару бутылочек шампанского, может быть, и, собственно, весь оркестр. Так а к нам ты чего тогда пришла? Так а я не только к вам, я ко всем подозреваемым прихожу и прошу денег, так сказать, там на витаминчики, на суки, на правильное питание. Нам сказали, что надо правильно питаться. Там молочек... Филиппова, ты и так нормально питаешься. То в саунах, то в ресторанах. Ладно, сколько надо? По 500 рубчиков с каждого. Ничего себе! Это грабеж! Ну? Это всего лишь благотворительность, а грабеж начнется через 9 месяцев. Блин. Филиппова. На, 400 пока. Экономишь на собственном ребенке. Типунь тебя на язык! Так, знаете что, я вернусь к вам через неделю. Какую неделю? Через 9 месяцев! Через неделю. Ага. Блин. Ты что, на день милиции того? Поприходовал? Честно говоря, не помню. Да вообще, день милиции как-то мимо меня прошел. Вот как обычно. Ага. Ложди, так мы же на день милиции дежурили. Точно. Нас же генерал наказал за низкие показатели по задержанию простит... Господи. Филиппова! Ты! Стоять! Суррогатная мать! Адра их! Стюардесса Виктория, зайдите в кабину пилотов. Срочно! Что тут случилось? Случилось! Что? Вот. Я подумал, нам 8 часов лететь. Может, как-то скрасить полет. Женька! А где курген? Пошел в туалет. По-маленькому. А ты знаешь, что минут на 40. Ну да. Это все к чему-то или просто так? Да. Хочу выпить за нас. Мы с тобой так давно работаем. Нас столько всего вместе связывает. Столько всего вспомнить можно. Ну да. Как, например, тот случай, когда ты узнала, что на борту алкоголь бесплатный. Ага, да. Помнишь, как ты мне волосы держала, а я... А помнишь, в Таиланде, чтобы тебя лучше понимать, я пол поменял. А, точно. А потом ты полгода ждал обратный рейс в Таиланд, чтобы обратно его поменять. Вот дурачок. А помнишь, как ты мне из Голландии травы увозила через границу? Да, только я об этом не знала. Да. Ну, ты бы не узнала, если бы ее не нашли. Ну да. А помнишь, как я твоего бывшего из самолета выкинул? Над Кишиневым. Помню. А помнишь, как ты сказал, что рейс захвачен и повез меня к бабушке в Житомир? Да. А там еще аэропорт был закрыт. Женька, это все не просто так, да? Ну, как бы да. Я просто хотел спросить тебя, может быть, ты выйдешь за меня замуж? Женька. Ну, я не знаю. Мне надо подумать. Давай скорее. У нас мало времени. Сейчас или никогда. Хотя ты мне всегда нравился. Это тогда? Ну, если бы ты был первым пилотом, тогда да. А так как... А-а-а-а! Хотя, если хочешь выйти замуж за генерала, выходи за лейтенанта! Но зарплата, честно говоря, у тебя маленькая. А-а-а! Мирка, ты давай быстрее соглашайся, а то у нас там в салоне закончатся все бумажные пакетики. Ну, согласна, да, нет? Да, согласна. Все, иди разноси обеды. А ты романтик. В следующий раз, когда будешь делать предложение, громкую связь выключай. Романтик. Куда? Э-э-э-э. Вино для гостей? Да. Угощайтесь. О, амнезия идет. Здравствуйте, меня зовут Яна. Да вроде как знакомы. Да? А, это я вам вбок въехала, да? Нет, еще варианты. А, на светофоре ваша попа въехала. Еще варианты. Я вас подрезала на трассе, и вы улетели в этот, в кю, шавель, в кю, рэ, ковет. Нет. Нет. Вы у нас машину оставили. Видимо, пришли за ней. А, точно, да. А скажите, а вы все сделали, что я просила? Все сделали. Присаживайтесь. Ой. Класс-класс-класс-класс. Так, это руль. Ага, руль. Би-бип. Би-бип надо тут делать, да. А потом... Где стекла? Где стекла? Я вас спрашиваю, вы что, их украли? Вот там вот, внизу прочитайте. Класс! Мы вам под капотом тоже все прописали. Где у вас там мотор, где у вас свечи? У меня там свечи? А, ну да, мне же эту машинку подарили, точно. Спасибо вам большое. Как вас там... Все время забываю. Ну, этот... А, ну... Такой... Такой? Да, такой, Рома. А скажите еще такое. Я когда еду, вот эти вот дяденьки стоят с этими палочками в полосочку. Они меня останавливают и что-то от меня требуют. А что я и не могу понять. Что с ним делать? И... Давайте попробуем вот так вот. А что там? Кот, теперь точно приставать не будут. Вот все и так понятно. Да? Ой, класс! Спасибо вам большое. Так. Чтобы ехать, ключ повернуть от себя. Господи, да у нас в кардиологии быстрее бегают. Да бей ты уже! Бей! Да пас отдай ему! Господи. Придурки. Доктор, можно? Можно. Это что это вот за игра такая? В крабика, что ли? Не очень смешно, доктор. Почему? Лучше помогите нам отсоединиться друг от друга. А, вот так даже? Интересно. Ну, а семейный психолог у нас принимает на втором этаже. Вы не поняли. Мы физически не можем разъединиться. Физически? Да. Ну, тогда это вам хирургу на четвертый этаж. Он поможет вашему мужу ампутировать все, что угодно. Вы не поняли, я не муж ей. Да. Я инструктор-парашютист. Мы с Дианой прыгнули в связке. Да, теперь не можем вот развязаться. А, интересно. Так, подождите, а как это произошло? Мы прыгнули. Да. Первый парашют не раскрылся. А тут она как заорет. А-а-а! Держите меня! Я ее как схвачу от страха руки свело. И до сих пор не могу отцепиться. Помогите. Да. Мне, конечно, как бы приятно. Но, понимаете, у меня парень есть. А он очень ревнивый. Даже заставляет фотографию свою носить с собой на удачу. Вы присаживайтесь. Я пока подумаю, что ж... Если мы присядем, я как порядочный должен буду на ней жениться. Да. А, вы в этом смысле? Да. Слушайте, ну, на самом деле, я вам все-таки настоятельно советую подняться на четвертый этаж к хирургу. Зачем? Потому что лучше он вам руки ампутирует, чем вот этот оторвет. А-а-а! А-а-а! Доктор, спасибо! А вы кудесник! Спасибо большое! Что, все-таки сходить за хирургом? Нет, лучше за шампанским. Я собираюсь, кажется, сделать предложение. Я согласна. Ну что ж, властью, данной мне главврачом, объявляю вас мужем и женой. Лучше выйдете. Пойдем. Да, я, пожалуй, схожу в ординаторскую. Поросеночек. Поросеночек. Я и забыл совсем, не ожидал. Я думал, как обычно, найду в шкафу любовника. Что? Что? Я люблю только тебя, мой поросенок. Поросенок. Поросеночек. Так же, как вы оставили холодильник, который обещали подарить нам на свадьбу. Егор, мамочка, что ты хотела? Ты же видишь, у нас праздник. Между прочим, я тоже участник вашего праздника. Но вы меня почему-то не пригласили. Ну, потому что это романтический ужин. Тет-а-тет. Да? Ничего, ничего страшного. Я посижу, немножко, пару тостов и пойду. Что там? Доченька, эти ваши японские голубцы. Такие прикольные. Мамулечка, ты же обещала пару тостов и уйдешь. Подожди, я сейчас выпью последний тост. Зазвел прекрасного зядя, так сказать, на коня. И уйду. Все, и уйду. О, какая вкусняка. Что-то мне это напоминает. Прямо как в нашу первую брачную ночь. Вот теперь точно. Я пошел. Куда? К соседу за раскладушкой. Я с тобой. Пошли. Пошли. На троих. Слушается дело Кацмана Давида, обвинение против которого выдвинул Циферман Изя. Ой, это ад. Это невыносимо. Этот поступок. Ой. Господин Циферман, слушаем вас. Излагаете суть дела. А шо суть? Шо суть? Этот человек поступил подло. Ой, ой. И шо я сделал? Шо ты сделал? Шо я сделал? Он украл у меня деньги. Да, украл. И сейчас, но уважаемый суд, мною очень любимый, сейчас вернет мне мои законные деньги. Я надеюсь на это. Наши вам через окно, знаете. Я ничего не крал. И у тебя не получится ввести в заблуждение самый умный, хороший и красивый суд в мире. Господин Кацман, давайте вернемся к сути дела. Господин Циферман, изложите, что конкретно вы не поделили с господином Кацманом? Мне очень тяжело об этом вспоминать, но если вы так просите. У этого человека был день рождения. И я, как лучший его друг, принес ему подарок за 100 долларов. Вы представляете? А он, зная цену этого подарка, потому что чек был приложен в коробочку, зная цену, он пришел ко мне на день рождения и подарил мне подарок за 80 долларов. А? И это на юбилей. Я требую, чтобы этот поц возместил мне мои 20 долларов. Изи, это было 7 лет назад. Шо ты тут устраиваешься, тут привозок. 7 лет назад 20 долларов это были не деньги. А сейчас это вполне себе приличная сумма, можно сказать и 60. Так и шо ты можешь ждал этого повышения курса? Или это ты договорился с Нацбанком за этот кипич? Шо? Ой, мне смешно тебя слушать уже, Давидик. И я требую, чтобы помимо 20 долларов, этот человек возместил мне и моральный ущерб. 7 лет ада, вы представляете, что случилось с моим сердцем? Моральный ущерб. Я тебе не депозит, чтобы возвращать с процентами. Ой, кстати, отличная идея. Пускай возместит за каждый день доллар, я буду в предостаточном состоянии. Ты несешь, какой каждый день? Я тебе сейчас вырву пейсы, и я не попрескую. Шо ты мне делаешь? Шо ты мне делаешь? Шо ты мне делаешь? Шо ты предлагаешь взыскать. 200 долларов. Вот, браво! С кого? Браво! 200 долларов должны выплатить Кацман Давид и Циферман Изя. Каждый. А вот я вот этого чуть-чуть не поняла, почему я должен платить еще такие деньги? Потому что не стоило делать беременной голову судьи. очень красиво с вас с каждого по 200 долларов на алименты для моей беременной головы если вы сейчас быстро отсюда не уйдете то я с вас еще взащу по 500 долларов морального ущерба я люблю цветочки здрасте я филиппова мать ее здравствуйте проходите присаживайтесь я вас давно вызывала а а можно так как-то побыстрее от у меня сегодня уже три раза вызывали а то есть вас вызывают и другие учителя так скажите почему вы не ходите на собрание а потому что я работаю ну хорошо тогда на родительские собрания может ходить отец почему он не приходит ну потому что я даже не знаю как он выглядит так если эта скотина придет вы это самое мне маякнить ну хорошо перейдем к успеваемости вашей дочери вы знаете в последнее время вы вы что ой я извиняюсь я забыла что в школе только в туалете можно курить нет вообще-то в туалете тоже нельзя на заднем дворе ваша дочь очень плохо учится она прогуливает уроки ну что ну вы понимаете что если она будет очень плохо учиться я дико извиняюсь алло здрасте а вам на час или на ночь а а хорош давай а шо вы там говорили я говорю если ваша дочь будет плохо учиться то в будущем она попадет на улице города и возможно станет так сказать девушкой но легкого поведения это не самый плохой вариант как вы можете такое говорить храме науки софья николаевна мне тут нужно александр васильевич я вас приветствую здравствуйте а значит вы уже знакомы да александр васильевич простите меня но вот это вот женщина я по-другому не могу сказать мать филипповой утверждает что проститутка не самый плохой вариант ну да боже мой какой кошмар вот и я говорю кошмар поэтому мне кажется нужно исключить дочь филипповой из нашей школы так александр васильевич подождите подождите давайте не будем совершать так сказать резких движений для начала я предлагаю провести беседу среди неё а потом уже посмотрим посмотрим хорошо я хочу тогда поприсутствовать при этом обещаю нет это будет разговор с глазу на глаз пройдемте ко мне в кабинет сказал глазу на глаз и прошу вас ко мне в кабинет и в течение часа не нужно прошу вот можете заходить через пять минут я его знаю через пять минут а 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 Продолжение следует...